Всем привет! В этом видео я расскажу о 5 поисковиках, которые будут не хуже, чем Google, а в некоторых ситуациях даже и лучше. И речь вовсе не о Яндексе или Bing. Есть поисковые сервисы, которые действительно лучше, чем лидеры рынка. Пусть и не во всем. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А специально для зрителей нашего канала. Досмотрите ролик до конца и расскажу, как бесплатно получить программы для восстановления файлов Hetman Anerazer. Каким поисковиком ты обычно пользуешься? Google или Яндекс? Или, быть может, Bing? А ведь инструментов для поиска в интернете гораздо больше, и помимо закрытых коммерческих поисковиков, шпионящих за каждым твоим шагом, существуют отличные альтернативы. DuckDuckGo. DuckDuckGo – это довольно известная поисковая система с открытым исходным кодом. Кроме собственного робота, поисковик использует результаты других источников. Например, Yahoo, Bing или Wikipedia. DuckDuckGo позиционирует себя как поисковик, обеспечивающий максимальную приватность и конфиденциальность. Система не собирает никаких данных о пользователе, не хранит логи, не имеет истории поиска. А использование файла в куки максимально ограничено. DuckDuckGo не собирает личной информации пользователей и не делится ею. Такая политика конфиденциальности. Все крупные поисковые системы стараются персонализировать поисковую выдачу на основе данных о человеке перед монитором. То есть пользователь видит только те результаты, которые согласуются с его предпочтениями, или которые система сочтет таковыми. DuckDuckGo формирует объективную картину, не зависящую от вашего прошлого поведения в сети, и избавляет от тематической рекламы Google или Яндекса, основанной на ваших запросах. В настройках поисковика ты можешь легко отключить показ рекламы, задать регион, включить HTTPS по умолчанию, указать параметры открытия ссылок и даже настроить внешний вид системы. Практически каждый аспект поведения поисковика можно оптимизировать для себя, и это приятно. При помощи DuckDuckGo легко искать информацию на иностранных языках, тогда как Google и Яндекс по умолчанию отдают предпочтение русскоязычным сайтам, даже если запрос введен на другом языке. NotEvil NotEvil – это система, осуществляющая поиск по анонимной сети Tor. То есть это тот поисковик, который вы можете использовать в своем браузере для серфинга по Tor-сети. Ведь обычно первый вопрос, который появляется после запуска Tor-браузера – как же здесь найти нужный сайт? На самом деле, очень сложно сделать обзор Tor-поисковиков. Для этого потребуются специальные методики и метрики, которыми я, к сожалению, не располагаю. Поэтому перед тем, как мы перейдем к обзору, я хотел бы предупредить все, что я скажу субъективно. По своему функционалу и качеству NotEvil абсолютно не уступает другим Tor-поисковикам, таким как Grams, Torch, Fez, Candle, Ahima и прочие. Но, пожалуй, является самым стабильным из них и, наверное, самым понятным. На этом ресурсе вы никогда не увидите никакой рекламы. Благодаря продуманным и постоянно улучшающимся алгоритмам ранжирования найти нужную информацию довольно просто. Ищет там, куда Яндексу и Google и другим поисковикам вход закрыт в принципе. Но, как я уже говорил, поиск по так называемым Onion-сайтам не всегда оправдывает ожидания. Это вам не Google или Bing, где сайты ранжируются по разным критериям, таким как, например, поведенческие факторы, обратные ссылки и так далее. Здесь все намного сложнее. Раньше этот проект назывался Tor Search, и у него была довольно большая аудитория. Поисковая выдача нормальная, но до идеала ему пока далеко. Find Sounds Find Sounds еще один специализированный поисковик. Ищет в открытых источниках различные звуки. Дом, природа, машины, люди и так далее. Дом, природа, машины, люди и так далее. Поддерживают запросы на русском языке. Но есть внушительный список русскоязычных тегов, по которым можно выполнять поиск. В выдаче только звуки и ничего лишнего. Все найденные звуки доступны для скачивания. Имеется поиск по образцу. Если вам нужно быстро найти звук мушкетного выстрела, удары дятла или крик комера Симпсона, то этот сервис для вас. И это мы выбрали только из доступных русскоязычных запросов. На английском языке спектр еще шире. Если серьезно, то специализированный сервис предполагает специализированную аудиторию. Ну, вдруг и вам пригодится. Вольфрам Альфа Вольфрам Альфа – вычислительно-поисковая система. Вместо ссылок на статьи, содержащие ключевые слова, она выдает готовый ответ на запрос пользователя. Например, если ввести форму поиска «Сколько байт в мегабайте?» на английском, то Вольфрам Альфа сразу выведет на экран таблицы и графики со сравнением. Да, к сожалению, Вольфрам Альфа не понимает кириллицу. Этот сервис лучше других подходит для поиска фактов и вычислительных данных. Вольфрам Альфа накапливает и систематизирует доступные в сети знания из различных областей, включая науку, культуру и развлечения. Если в этой базе находится готовый ответ на поисковый запрос, система показывает его. Если нет, вычисляет и выводит результат. При этом пользователь видит только нужную информацию и ничего лишнего. Если вы, например, студент, аналитик, журналист или научный сотрудник, то можете использовать Вольфрам Альфа для поиска и вычисления данных, связанных с вашей деятельностью. Сервис, конечно же, понимает не все запросы, но постоянно развивается и становится умнее. BoardReader BoardReader – это система для текстового поиска по форумам, сервисам вопросов и ответов и другим сообществам. Сервис позволяет сузить поле поиска до социальных площадок. Благодаря специальным фильтрам вы можете быстро находить посты и комментарии, которые соответствуют вашим критериям, языку, дате публикации и названию сайта. BoardReader обязательно пригодится, если вам нужна информация не из какой-либо статьи, а важное мнение реального пользователя или интересен результат обсуждения. Очень своеобразный поисковик, уверен, что многие оценят. Как заключение скажу, что жизнь альтернативных поисковиков часто бывает скоротечной. Она проста – быть очень нишенными проектами с небольшой аудиторией, а следовательно, без ясных коммерческих перспектив или, наоборот, с полным их отсутствием. Если посмотреть на примеры в видео, то видно, что такие поисковики либо специализируются на узкой нише, которая, возможно, только пока не выросла на сколько, чтобы оказаться заметной для Google или Яндекса, либо тестируют оригинальную гипотезу в ранжировании, которая пока не применима в обычном поиске. Я уверен, что если поиск по торг вдруг окажется востребованным, то есть результаты оттуда понадобятся хотя бы 1% аудитории Google, то, конечно же, топовые поисковики начнут решать проблему, как их найти и показать пользователю. А если поведение аудитории покажет, что заметной долей пользователей в заметном количестве запросов более релевантными кажутся результаты, данные без учета факторов, зависящих от пользователя, то Яндекс или Google начнут давать такие результаты. А теперь о том, как бесплатно получить программу для восстановления файлов. Чтобы бесплатно получить Hetman Anerazer, подпишитесь на наш канал. Поставьте под этим видео палец вверх, оставьте любой комментарий и обязательно поделитесь роликом в любой социальной сети. Пришлите ссылку на ваш пост в соцсети нам на адрес giveaway-sobachka-hetmanrecovery.com и в течение недели мы вышлем вам регистрационный ключ со сроком действия на 30 дней и ссылку на скачивание программы. На этом все. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.